Мы этого ждали 6,5 лет. Именно столько сборная России не добиралась до полуфинальной стадии хоть каких больших международных турниров. И вот полуфинал для гонбольной сборной России в Олимпийском турнире Рио-де-Жанейро. Российская команда против Гегемона всех последних лет, чемпиона всего и вся, действующего чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр. Вдобавок команды Норвегии. Сергей Приголовкин и Артем Шмельков для вас на полуфинальном поединке под классической для всего последнего поколения мирового гонбола Россия-Норвегия. Сергей Николаевич, добрейшего времени суток вам. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, в таких случаях говорят матч достойный финала. Действительно, обе команды здесь выглядят очень убедительно. Наши не потерпели ни одного поражения. Да что там одного поражения? Не потеряли ни одного очка. Ну а норвежки, проиграв в первом же туре хозяйкам турнира бразильянкам, как обычно, от игры к игре набирают обороты. И сейчас, судя по всему, достигли пика своей формы. У Евгения Трифилова одним из главных козырей является, наверное, взаимозаменяемость внутри национальной команды. Нет. И так и не выявилось по ходу турнира от такого железобетонного стартового состава, на который регулярно рассчитывает Евгений Трифилов. И обратная ситуация в команде Норвегии. Абсолютно точно первый номер на этом турнире в воротах. Карри Олли Гринз, где она на ваших экранах, и сразу пятерку игроков, да, в общем-то, и шестерку полевых игроков в атаке можно выявить сразу еще до их появления на площадке. Нам же показывают Анну Вяхереву, лучшую снайпершу российской команды на этом турнире, во многом благодаря реализации семиметровых бросков. Они в лидерах находятся, и по показателю и бомбардирскому, и по показателю гол плюс пасс, что выявляет в ней, конечно, и очень грамотного диспетчера, она в десятке лидеров олимпийского гонгольного турнира. А вот и первая неожиданность. Трифилов продолжает удивлять. Мы потеряли основного вратаря по ходу турнира Анну Седойкину, она получила травму, и мы видим, что в воротах Таня Ерохина, в воротах нашей команды, которая была дозаявлена по ходу турнира. То есть во всех других матчах, в любой, наверное, другой ситуации, мы бы ждали бы Викторию Калинину в воротах. Но появляется наш Джокер и первый же голевой момент. На 20-й секунде буквально матча Ольга Акопян, которую, честно говоря, тоже мы, наверное, вполне ждали в стартовом составе. Тем не менее, Оля появляется на левом полусреднем и забивает первые же атаки российской команды. Судьи мы не представили. Это словенцы Боин Лах, Давид Сок. Они на этом олимпийском турнире уже неоднократно судили и норвежскую сборную, и дважды сборную России. Хайди Лёке, получив передачу от Нуры Мёрк, которая сместилась не на свое место, на позицию правого полусреднего, сделала хорошую передачу, и Нура Мёрк, лучший бомбардир сборной Норвегии, бросает точно 7-метровой отметки. 1-1. Ну и сразу, конечно, надо обратить внимание на повадки Хайди Лёке, которые, конечно же, в гонбольном мире хорошо известны. Вы видели, как она спокойно и не прикладывая никаких лишних усилий, обрабатывает мяч на своей позиции нерабочей, вроде бы левой рукой. Она ей, если что, и забить вполне может. Расстановка сборной России в атаку. Екатерина Ильина в розыгрыше по 33-м номерам. На полусредних Анна Вяхерева, номер 13-й, и Ольга Акопян, номер 10-й. Края Полина Кузнецова и Марина Судакова, 2-й и 15-й номера. Соответственно, в линии же у нас нет игрока, у нас удаление. Была бы, ну точнее, была уже в первой атаке Майя Петрова. Ну а сейчас удаление для Дарьи Дмитриевой. Ваня Вяхерева, увидев, входит и руки арбитров, которые предупреждали наших опасений. Проатаковала неудачно. И потеря. Ошибается Нура Амюрка. Что она опять делала там на позиции, по сути дела, левого полусреднего, непонятно. Но, видимо, был быстрый переход, и она пришла именно в ту зону. Мы по-прежнему в пятером, пока играем без линейного. Может быть, сейчас кто-то войдет. Кто-то из краник. Никто не успевает войти. Идет на атаку Анна Вяхерева. В центре у норвежской команды обороняются молодые фактурные Вероника Кристиансен и Мари Мюллетт. Четвертый и второй номера, соответственно. Ильина на левом полусреднем. И еще один бросок не точный. Не сближаясь с защитником, бросает с опоры Екатерина Ильина. Не дать норвежкам разбежаться. Если они поймают свой темп, если мы будем терять мячи, если мы будем бросать не точно, если будет отбивать наши броски Гримсбер, то остановить норвежек будет очень сложно. Норвежки в большинстве. Уже нет. Уже полный состав у сборной России. А в этой ситуации Стине Брэдл Офтедал, разыгрывающая норвежские команды прямо по центру, идет атаковать. Желтая карточка по линии Кузнецовой и 7-метровый бросок. Меняют. Меняются вратари наши. Виктория Калинина попробует противостоять Нуре Мерк. Нуре Мерк у Норвегии и Анны Вяхерева у сборной России. Это основные исполнители 7-метровых бросков. Нуре Мерк и вовсе в числе лидеров по результативности забивает еще один семимерик. Точный бросок. Все очень просто. Но это кажущаяся летка. Смотрите, она все-таки сделала движение, показала. Первый бросок, но мяч из руки не выпустила и только так затем бросила. Так 9 метров и желтая карточка. Майя Петрова не дает мяч обработать Мари Мюллетт. Ей, собственно, и желтая. Майя Петрова. Разыграет 9 метров. Да, смещение в центр. Ольга Акопян и блок успевает ее накрыть. И вот оно, норвежское оружие. Отрыв Аманды Куртович. Наказание следует незамедлительно. Конечно, тут никто бы не успел вернуться назад. Надо стараться успевать. Ну а в первую очередь нельзя допускать таких поспешных, неподготовленных бросков. Торопится. Ну и, видимо, выговаривает сейчас кому-то Евгений Трефилов. А здесь Полина Кузнецова обыгрывает Куртович. Вот видите, толчок. Полина улетает к лицевой. Чистый 7 метров. Анна Вяхерева. Анна Вяхерева и против нее Катрин Лунде. Берет Семерик Катрин Лунде. Совсем скоро им играть вместе в одном клубе. А совсем недавно еще на финише сезона мы видели их противостояние в составе разных клубов Астрахани и Ростова. Семерик забирает Катрин Лунде и остается в воротах. Нет просто возможности поменяться ей обратно. Аня Вяхерева не в своей манере бросила 7 метрового. Может быть, волнуется. Стартовое волнение сказывается. Но она боец. Дмитриева. И великолепный бросок с опоры. Дарья Дмитриева. Даша молодец. Из затруднительной ситуации выбирается вместе с командой. Бросает в дальний угол. Обратная замена следует. Катрин Лунде снова уступает вместо Гримсбе в воротах. И все-таки Трифилов выбрал тактику игры в защите по схеме 4-2. Сестры Вяхереве. Младшая Аня и старшая Полина, которая сейчас носит фамилию Кузнецова. Вот Полина против Мерк. Там Хайди Лёкист. Тяжка в исполнении Норвежек. И под ногу Ерохиной. Камилла Херем. Четкое исполнение броска с краю. Довели до нее. И был у нее неплохой зазор для выхода на бросок. 7 метров. Дарья Дмитриева еще один смелый ее проход. Но на сей раз пошла она уже в клинч. В контакт с соперницами. И те нарушили правила под гамбольный пенальти. Ну это гол Хейрем. А там наши неплохо сыграли. И пришли и потянули, потащили стяжку в обратную сторону, в левую. Хотя она прошла движение направо. 7 метров. На сей раз Ирина Близнова. Капитан сборной России. Два подряд. Два подряд. И примерно в одной и той же зоне, в одном и том же секторе ворот вылавливает Катрин Лунда. Ну что можно сказать? Катрин играет за команду Ростов-Дон. Отыграла она сезон. Естественно, вратарь очень умный. Вратарь, который изучает броски соперников. Ну и вот два отбитых 7 метровых. Наверное, говорят о том, что мало того, что она сезон отыграла, она еще и перед игрой поработала. Очень четко, очень технично и очень грамотно противодействовала сейчас нашим броскам 7 метровой отметки. Нура Мерк. И нет свистка арбитров. Нура бросала, может быть, и сопротивлением российской команды, но недостаточно для того, чтобы зафиксировать хотя бы 9 метров. И быстрый переход российской команды Дарья Дмитриева подтягивает нас в атаке. Два гола в ее исполнении заработаны. Пенальти, увы, ни один из двух пенальти наших не были реализованы. Противоход вратарю бросает Дарья Дмитриева прекрасно. Да, Мюллетт выходила, а у Даши очень классный обыгрыш. Она физически крепкая девчонка. И уход под сильную руку удался и на славу. Ну и здесь мы пропускаем, пропускаем сольный проход Вероники Кристиансон, левого полусреднего сборной Норвегии. То же самое примерно. Смотрите, уход под сильную руку. И Дмитриева остается с линейным. Свободная зона и бросок. Анна Сень в линии у российской команды. Ну а Анна Вяхерева забегается на край, освобождая место на площадке для Ирины Близновой. Мяч в ногу попадает Анне Сень. Подобрать отскок не удалось после дальнего броска. Сень защищается в центре, а Даша Дмитриева выдвигается вперед. Вот Сень работает против Леки персонально. Очень сложная у нее задача. Бросает Леки с обеих рук. Что с левой, что с правой, ей все равно. И отрывается теперь Хайди Леки. Получит мяч, поможет в розыгрыше. Нарк. Много, много пространства в центре оставляют наши. И этим немедленно пользуется Вероника Кристианцем. Второй гол ее подряд. Активная защита 4-2-3-3 против таких быстрых умных игроков не всегда удается. Пока за 8 минут 6 пропущенных мячей многовато для начала. Близнова, Дмитриева. Ой-ой-ой, зачем свистите? Ну какие 4 шага, ребята, славянцы. Акопян. Близнова до фланга не доводит Ира. Сама идет, обыгрывает из 6 метров по подногу вратаре. Сложный игровой эпизод для нее. Но от норвежки с быстрым началом не медлят. Тут же наказывает нас. Ира Близнова. Она проатаковала. Она правой полосреди. Она вот в этой ситуации должна накрывать контратаку крайнего игрока. Если не получается, ее должна страховать тоже крайне. В данном случае, по-моему, Аня Вяхерева должна была это сделать. Не получилось. И тут же Вяхереву отправил трифилов на скамейку запасных. Близнова. И снова обыгрыш Ирины Близновой. Примерно в той же манере, с которой она в предыдущей атаке забила гол. Дмитриева. И перехват Аманды Куртович. Еще один выход. Один в один. И Татьяна Ерохина. Браво. Не купилась. С подкруткой Куртович. Попыталась завернуть мяч в ворота Ерохина. Полина Кузнецова. Полина Кузнецова. Умница. Выпрыгнула. Повисела. Пауза. И вот Люда Паснова. Она говорила в интервью в предматчевом. Гримсбю нужно бросать с переводом. Ну и с переводом, и с паузой. Посмотрите. Повисела. А Гримсбю реактивный воротарь. Она дернулась. Оп. Дернулась в дальний угол. Все это Полинка видит и переводит бросок в ближний. Нора Мерк. Движение по 9 метрам. С крестного движения ответного не получается. Ох ты дал. Перестроил оборону Третьилов. 7 метров, наверное, или 9, значит. Или обойдутся желтой карточкой. Пока непонятно. Желтая карточка. И 9-метровый. Да, на 6-0 мы перестроились. Или даже на 5-1 с освещением в сторону Мерк. Сейчас посмотрим, как будет действовать Полина Кузнецова. В центре обороны Сень и Жилинскайте. Ох ты дал. Мерк. Хорошо, девчонки. Отлично. Отлично успевает Полина Кузнецова действовать против Нуры Мерк. Нет пространства у норвежек. Выбираться с края теперь им нужно. Мерк. С опорой бросок. Татьяна Ерохина на месте. Ну и снова. Снова пытаются по быстрому переходу наши ответить. Жилинскайте. Бросок. Но это только 9 метров. И замена последует. Вика Жилинскайте хорошо отработав в обороне. Уступает свою мистерию Близновой. Дарья Дмитриева в розыгрыше российской команды на полусредних. Помимо Близнова еще Владлена Бобровникова. Из-под носа у которой Куртович забрала мяч. Был перехват. И пока Владлену мы по сути дела в атакующих действиях увидеть не успели. Судакова на краю. Близнова. Обратный пас на Судакову. Не получилось. Дальше стяжка пошла. Дмитриева вновь. Даша прорывается. Умничка. Дарья Дмитриева вновь обыгрыш. Теперь с уходом под неудобную руку. Или под себя. Есть такое стендовое выражение у гонболистов. 7-6. Молодец. Молодец. Даша. Глаза горят. Вы видели сейчас на крупном плане. Но. Да. Она. 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 Больше всех забот доставляет на норвежской команде. И больше всего ей пока удается. И всех наших игроков в атаке. Ну что. Полинка Кузнецова чуть-чуть работает на 9 метрах. Вот сейчас притапливается. Все делает правильно. Против Мерк. Стяжка. Эх. Ближний. Запускает Таня Ирохина. Мяч. Ближний угол. Ну там Херем. Скорость сумасшедшая. 30 метров за 3,8 секунды. Эта девушка бежит. Не каждый мужчина может такую скорость показать. Бобровникова. Скрестное движение. Ирина Близнова не сразу. Но мяч все-таки получает. И короткий. Короткий пас на Сень. Расстреливает с позиции линейной Анна Сень вратаря соперника. Всегда замирает сердце, когда Аня получает мяч в линию. Напоминаем, что она игрок задний. Да уже все. Хватит замирать. Еще раз говорим. Но в линии. Вот у нее сегодня получился первый бросок. Первый гол. Дай бог, чтобы так она и продолжила дальше. Отстояли. Таня Ерохина почистила вроде бы ошибшихся защитников. Дмитриева, Кузнецова. Все, остановится. Так, а куда выдвинулась Нуромерк? Посмотрите. Перестроились и норвежки в обороне. Норвежки играют 5-1. Теперь действительно Нуромерк обороняется на острие. И задвигается обратно аккуратно. Но это, видимо, начальная стадия, чтобы погасить наш быстрый ответ. Пас Дарьи Дмитриевой на сень не проходит. В отрыв. Камила Хэром под ногу вратарю. Аккуратно даже не забрасывает, а просовывает с небольшой подкруткой мяч. Это называется внешняя подкрутка. Очень степично. Ну вот вам и 3-8 на 30 метр. О, посмотрите, как круто было, а? На опережение. Ира Близнова не успела. Сейчас делала все правильно. Это был ее игрок, который убегал в контратаку. Но скорости неизмерима. Это была Двена Бобровникова. Ждала, ждала этого эпизода для себя Влада. Терпеливо ждала. И когда возможность предоставилась, она реализовала все четко. Уходит в сторону от Вероники Кристианцем, которая не в блок играет, а так обозначает корпус. Первый гол и для Владлены Бобровниковой. Нуромерк, Тине Офтедал и Вероника Кристианцем. Вот она основа, неубиенная основа на этом олимпийском турнире норвежской команды. Куртович, Херем, Края и Лёки, блистательная, конечно, в линии. Вот они все и терзают нас по центру. Проходит короткий пас. Скопление наших, казалось бы, игроков. Нуромерк вот так на грудь буквально кладет мяч. Хай Делёки, а та с левой руки. Вика Жиринская-то встретила в корпус, а нужно включать в бросковую руку. Ну, в ту руку, в которой находится мяч. А рука осталась свободной, поэтому и передача прошла. Бобровникова, Акопян. Кузнецова. Близнова. И потеря. Потеря наших. Мяч в ногу попадает Садпока. Ой, Акопян. Наши уверенно вернулись на свои рубежи. Норвежки строят комбинацию с позицией. Приклеивается персонально Кузнецова к Офтедал. Вновь поменял схему обороны Трифилов. 5 плюс 1. Персональная опека, да. Но выключить Офтедал. Это ещё не рецепт успеха. Словенские судьи сейчас свистнули немножко пораньше. Да, уже Оля Акопян проиграла единоборства Хайгерёки. Но обошлось всё с жёлтой карточкой. Это третья жёлтая карточка у сборной России. Всё. Больше горчичников мы не увидим. А будем наблюдать только двухминутное удаление в случае грубой игры. Разыгрывают 9 метров норвежки. И снова по-другому обороняются наши. Нет уже персональной опеки для Офтедала. Есть блок против Вероники Кристианцем. Подбор Хайгерёки. И здесь её уже не удержать. Не остановить. Как она тормозила, а? Как она сейчас, смотрите, проскочила там Оля Акопян. Вот она подбирает мяч. И вот раз. И меняет направление. А Ольга улетает в боковой линии. Три мяча проигрывает. Акопян. Близнову по скресту. И Бобровникова. Владлена Бобровникова к ближней штанге. Мяч вплотную ложится. Хорошее набегание. И хлёсткий бросок кистевой. И классно, что она атакует по второму защитнику. Не идёт в центр. Вот Херем в линию. Слева края. Перестроение на 4-2 у норвежек. Мёрк. Блок работает прекрасно. Молодец, Дарья Дмитриева. Мяч сильно намазан. Липучкой. И он в ней выкатывается из зоны. И сама Даша забьёт Дарья Дмитриева. Ой, молодец. Четвёртый мяч в её исполнении. В эти стартовые минуты встречи. Четыре мяча Дарьи Дмитриевой. Хорошую зону она себе нашла. И под ногу вратарё. Тайм-аут Торира Хергейерсона. При минимальном норвежском преимуществе. 11-10. Мошеча зону, и Иита тарь 2. Мог Yoovихам едва. ناсegan, у меня лежит, confirms которые CIA-аут. Маш меня есть! Меня туда,5 Squad Left! Я надеюсь! Манедреспidian такая! Сигнил здесь! Субтитры делал DimaTorzok Норвегии победили подопечные Евгения Трепилова с преимуществом в один-единственный мяч Вот сегодня бы повторить такой исход Пока же мяч преимущественно имеют норвежки и разыгрывают атаку после своего тайм-аута Дарья Дмитриева в центре обороняется очень неплохо На руку выходит Ерохина, прекрасно! Хорошо норвежки разыграли пас из центра, минуя, смотрите, вот Там еще левый полусредний, но он пытался сразу в край Его отправляет очень удобная позиция у Херен была, но Ерохина на месте Татьяна Ерохинова, пять сейвов к этой минуте Большое подспорье для нашей обороны А Акопян Бобровникова и Близнова вновь в задней линии Какой розыгрыш шикарный с включением 6 метров Полины Кузнецовой и своевременный пас Бобровниковой Эх, как здорово, Влада! Вот она атаковала по второму, сейчас пошла в центр И второму тащитнику приходится идти за ней, и туда врывается Полина Кузнецова На загляденье сыграли Вроде бы просто, но как красиво, завораживающе и результативно, главное, эффективно все вышло Снова диагональ на Херен А то не идет атаковать Да, уже опасается Мерк в центре Кристиансен все кормит Херен передачами в край И неправильный заслон Нарушает правила Хайди Леки Бежать девчонки, Петрова одна Пас, Петрова, гол! Под перекладину Майя Петрова Немедленно наказывает уже сборная России Быстрым переходом Да, Леки замирает после судейского этого решения А оторвавшийся от нее Майя Петрова уже у противоположных ворот Расстреливает Кореловик Гринсберг От души подключила, смотрите, плечевой поезд, да, все туловище, весь корпус Майя Петрова Ростовская связка Добровникова-Петрова, хороший был пас А здесь великолепный бросок с переводом в исполнении Нур-Мерк Нур-Мерк придерживала свои броски все последнее время И вот, наконец, являет свое оружие Да, и Татьяна Ерохина молодец Оставляла ногу внизу Пыталась ею спасти команду Но отскок все-таки пошел чуть выше 12-12 До этого гола Нур-Мерк Четыре мяча подряд сборная России Забила И впервые в матче повела в счете Ну, не буду комментировать этот эпизод Близного и все Уважаемые телезрители А почему же вы не будете? Ну, вертушку Иера сделала Она выиграла пространство Там было на ней нарушение Ну, только 9-метровый свободный То есть мало, да? Ну, не мало И в ноль Бобровникова Теперь уже в дальний угол Походу, без перевода в ближний Махнули вратаря норвежки За лицевую уходил Марит Фрафьер Сыграли двойной Ну, вернее, даже тройной скрест Это уже передача И через руки эта передача прошла Ну, и висит Висит Фрафьер Которая вернулась в сборную Перед Олимпиадой И она участвовала еще На Олимпийских играх в Пекине Впрочем, так же, как и Три ее подруги по команде Дмитриева Близнова Обратный пас Дарьи Дмитриевой Выходит и завязывает ее Мария Мюллетта Оставшаяся центральным защитником Норвежки В меньшинстве Напомню С опоры Дмитриева Просто лучший свой тайм Выдает пока на этом турнире Дарья Дмитриева И в какой момент В полуфинале с норвежками Бросок под шаг Правая нога впереди Он неудобен для исполнения Конечно, удобнее бросать правой рукой Когда вперед идет левая нога Но у Даши все это до автоматизма отработало Норвежки выпускают шестого полевого игрока Вместо вратаря своего Но пока не подключая Веронику Кристиансен Развивается норвежское наступление Вот Кристиансен только сейчас с мячом Мерк Сама не идет, не прорезает Доводит до края И подняты руки арбитра Куртович блок 7 Прекрасный подбор Дмитриевич В контратаке Ну, сорвали контраку Ну, ладно, она вроде бы Лицом к лицу Завязала все равно прошло О, и какое завершение Владмена Бобровникова Как Заправский линейный Мягко отправляет мяч Мимо опешивший Катрин Лунде Ну, все просто красавицы Сзади отработали Тут же переход и 7 Своевременный пас А Бобровникова, ну, действительно Как будто в линии Всю жизнь играет 15-12 Короткий отрезок Длиною минут 10 Сборная России Выигрывает со счетом 7-1 И до края И снова хером Нет возможности атаковать Очень здорово зону Девчонки смещают По мячу В то время там численная преимусть Отходство В игрока не показывают И Мура мертв Немножко Показала Потом сделала паузу И В правой отвероте Немножко застыли Мне кажется, наши Когда вот это столкновение Произошло Как раз Офты дал И Дмитриевой И через небольшой показ Мерк забивает И вот тут тоже был перевод Кисть в последний момент Сработала И мяч изменил направление Майя Петрула Помогает В розыгрыше Атаки задней линии Анна Вяхерева Застоялась Давно ее не видели И она Закручивает Помогает Развивать эту атаку Урабатывал Там Вяхерева На шести метрах И урабатывает Боборубнику На девяти метрах Ну и заслуженное Наказание Хайди Лёхи Отправляется На две минуты На скамейку За поступкой И команду Удаление Для Хайди Лёхи Которая Максимум Игрового времени Имеет Отдыхает Очень мало Но иной раз Действительно Грубит И Увидимся Удар По лицу В большинстве Сборная Россия И решает Трифилов В начале Этого Двухминутного Отрезка На игрока Больше Взять тайм-аут Первый тайм-аут Евгения Трифилова При двух мячах Преимущества По лицу Первый дёрнулся Спокойно Только не дадь Перехват Олес Опять По лицу Дальше Байя Стоит Чётко По центру 30-0 Преимущества Дай его обойти Оля Ты бежишь Сразу За линейна Сюда За линейна И на параллел До края До края До края Мы Кёры Фурслаг И Бруктип И это Что касается Преимущества Но я Сомнер Вы Которые По Рома Не всегда здесь На Олимпиаде Получается игра В большинстве Умашек И Трепилов Сейчас всё Очень чётко Разобрал Майя Петрова Займёт Место по центру Между центральными Защитниками Пойдёт Стяжка Слева Там Ольги Акопян Если будет возможность Она должна Будет ворваться Под застон Который поставит Майя Петрова Если нет То мяч Должны девчонки Довести До правого края На котором действует Ирина Близнова У игрока Аня Вяхерева Ошибается Вот такой Вольный пересказ Тайм-аута От Сергея Приголовкина Ну а игра Показала Что всё Совершенно по-другому И быстро И увы Банально Закончилось Нарушением правил В атаке Гладко Было на бумаге Да забыли Про овраги Норвежская атака Это Вяхереву Честно говоря Бросок Сама Мерк И отправится Исполнять И вновь не доработала В данном случае Аня Сей Вновь свободная рука Мерк Хорошая у неё голова И такая же хорошая рука И передача проходит И С отскоком от пола Тяжёлый Бросок для вратаря Да под ногу Татьяне Ерохиной Точно Точно Под штангу 16-14 Дмитриева Акопяна и Близнова Полина Кузнецова По 9 метрам Вошла Утопилась В линию Дмитриева И Так А удара по лицу не было Кём Ну сейчас против Даши Так они и будут действовать Естественно Она самая яркая В первом тайме У нас на площадке С ней нужно что-то делать Ну вот Решают сделать так Конечно Очень жёстко Но посмотрите Выразительные глаза Глаза Даши Дмитриевой Укоризненно смотрят на орбит Да Целенаправленный Жёсткий выход Вероники Кристиансона Сорвано Развитие нашей атаки Ну продолжают Продолжают Наши Раскачиваете Оборону соперника Дмитриева И до фланга Нет Близнова Идет 7 метров 7 метров нет 9 7 метров есть Но они назначают 9 Ну хорошо Они есть Но их не будет Дарья Дмитриева С опоры На сей раз Выше ворот И даже после Окончания Времени Удаления Хайделёке Марит Фрафьорд Вновь В атаке У своей команды А здесь 7 метров Есть А здесь 7 метров Есть Сергей Николаевич Вы хотите Побороться Прямо По ходу Нашего репортажа С судейскими ошибками И С судейскими назначениями Я думаю Что Не стоит Артём Знаешь Есть такое выражение У судей Что вижу То есть Вещу Ну вот Я что вижу То и говорю Может Бываю Не прав Но в данном Случае Мне кажется Я не ошибаюсь Мерк По планку Загоняет Мяч 7 метров Виктория Калинина Выходила Попробовать Что-то Противопоставить Ну кистяра у него Не всегда Не кисть А кистяра Вы посмотрите Что она делает С мячом Бросок Вновь с переводом По восходящей Траектории Мяч Преимущество Остался у российской команды Близнова Она сейчас На краю Располагалась У нашей команды Анна Вяхерева В сложной ситуации Отдавала передачу На ней Правила нарушены И Бобровникова Вновь в дальний угол Напрыгивает И бросает Влада просто Прикормила Вот этот Бросок И Ту дальнюю штангу Для себя 5 из 5 Владлена Бобровникова В первом тайме 6 из 8 Дарья Дмитриева Вот они наши Бомбардиры Первой половины встречи И снова Смещение Полины Кузнецовой Под Нура Мерк Выход Даже глубоко За 9 метров Пунктира На 4-2 Перестроились Куртович Вошла в линию Второй Вошла И Замерла Аманда Куртович Помощи От этого Немного Для команды Но бросок Опты дал Запоры Где-то на уровне Мног наших Защитников Прошивает Прошивает Нашего вратаря Татьяну Ерохину Ну там смотрите Там Влада Бобровникова Почему-то Оказалась В центре Обороны А Майя Петрова Переместилась Или уж так Получилось У них на позиции Второго защитника А Ей Необходимы навыки Для того Чтобы играть В центре Которых Наверное У Влады Все-таки Не хватает Она Сужить Играет На втором Давай Владочка Есть Еще Еще Один результативный Номер Владлены Бобровниковой На сей раз Позволили Сопернице Ей прорезать Между Вероникой Кристиансен И Куртович Страховка Крайнего Защитника Уже тут Явно Запоздала Молодец Молодец Владлена И внимательно Девчонки Буквально 10 секунд На атаку Норвежской Команды Кристиансен Мерк И в линию Нет 9 метров Да Только бросок С 9 Уже будет Прямой Бросок Как завершение Первого тайма Так Давайте-ка Больших Центр Девчонки Разбирайтесь Сестричкой По краям Все правильно Так Стенка Выстроена Правильно Ну просто выбрасывает мяч Нура Мерк Даже не попытавшись Чем-то удивить Нашу стенку 18-16 Преимущество сборной России К перерыву Олимпийского полуфинала Россия-Норвегия Мы пока впереди Перерыв Продолжает держать Продолжает держать В напряжении Всех тех Кто за нее переживает А переживает за нее Без преувеличения Вся страна Которая Если вы смотрите Это конечно В прямом эфире Лишает себя Полноценного сна Но Заряжает Зато Сумасшедшими Эмоциями 18-16 Преимущество сборной России По итогам первого тайма Полуфинального матча С командой Норвегии Сборная России Продолжает оставаться Очень результативной На этом турнире При этом И пропуская Довольно много Но само по себе Преимущество в счете Конечно Радует И не может быть По-другому Сергей Приголовкин Артем Шмельков Продолжают Для вас Репортаж Из Олимпийского Рио-де-Жанейро Абсолютно Равная игра Да мы Выигрываем Два мяча Но еще Долгих 30 минут Для той команды Которая будет По ходу Второго тайма Вести в счете И как же быстро Вот эти самые Секундочки Будут бежать Для тех Кто начнет Проигрывать Мы не уступаем Норвежкам В скорости Это наверное Самое главное Ну и я думаю Что в итоге Все может решить Функциональная готовность У кого Останется больше сил На концовку Этого матча Татьяна Ерохина Продолжает защищать Ворота российской команды Она с первых минут Сегодня В рамке российских ворот Что наверное Для всех нас Да и для соперниц Наверное тоже Стала Сюрпризом Татьяна Заброшенных мячей Да и привыкли к тому Мы по ходу турнира Что в отдельных Случаях В отдельных матчах Очень Подтягивали нас С края Пока наши края Молчат за исключением Полины Кузнецовой Которая два Мяча Забила Штанга И есть Вторая половина Полинка проатаковала И немножко И немножко там задержалась Нарешки Разыграли Быстрый центр И Полина Не успела Вернуться Именно она Обороняется Против Нуры Мер Близнова Полина Кузнецова Пас в линию Не проходит А здесь Успеет Успеет Остановить Куртович Ольга Акопян Но увы Две минуты Удаления За За удар Соперницы Так считают Нет Близнова Это отложенный штраф Там срывала Ирина Близнова В самом начале Вот здесь За плечи Хайделеки А Ольга Акопян Вообще все очень Грамотно сделала Против Куртович И назначают Пенальти Пенальти Славянские судья Нуры Мер Семиметровые Реализуют Без промаха Нуры Мер Которая по ходу Этой встречи Уже вышла В лучшие бомбардиры Этого олимпийского турнира Это ее восьмой Точный бросок Пять из них Это реализованные Пенальти Катя Ильина У нас появляется В розыгрыше От Тридцать третьим номером Акопян Появление Екатерины Ильиной В первом тайме Было эпизодическим Посмотрим Сколько Она пробудется На площадке Во втором тайме Но Мы уже говорили Кто играл Первые скрипки В российской задней линии В первом тайме Ну вот Вошла Аня Верхелева В линию Бросок Ильиной Ильиной Легкой Добычей Гринзю Она сидела В правом От себя углу Давайте Посмотреть Переводил Вики Бросок Переводом Нет Не сидела Реагировала Хорошо Неплохо было задумано Катей Не получился Бросок Сильный Просто перевод Наверное Полноценный Вышел До угла Куда бы хотелось Этот мяч Дослать А это Аманда Кортович Очень Быстрая Скорейшая Реализация Большинства Аманда Кортович С краю Атакует После Диагонали Офтедал Ну и Меняет Ольгу Акопиан Евгений Трифилов Видимо Он посчитал Что воля В данном Эпизоде Не доработана В обороне И меняет Трифилов И вратарей Виктория Калинина У нас Выходит Вместо Тани Ерохиной Даша Дмитриева Не смогла Переграть Гринсбю Та держится Калинина Та держится За лицо А Вика Калинина Творит Чудеса В первом же Выходе Своем На площадку При первом же Броске По ее Воборотам Повтор эпизода У противоположных Ворот Мяч Сквозь руки Попадает В лоб Гринсбю Но она Уже в порядке Ну а Вике Калининой Конечно Огромное Спасибо Что она Сохранила Промежуточный Ничейный Счет На табло В полном составе Сборной России И Близнова Сразу после удаления Появляется На площадке Ильина Сама Обрывается В 6 метров Показывая Всем своим видом Передачу На Близнову И купились На эту соперницу Вот пауза Она важна Не только В броске Смотрите Чуть-чуть Притормозила И показала Передачу И калитка Открылась Перед ней Кортович Мерк Хорошо Кузнецова Действует Против Мерк Ну вот такая Тактика Мелкого Пола Чем больше Ты нарушаешь Правила За которые Назначается 9 метровый Тем эффективнее Работает Твоя оборона Хорошо Хорошо Дарья Дмитриева И Анна Вяхирева Сомкнулись На пути Офтедал Там вовремя С мячом Не рассталась Не нашла Вариантов Продолжения Похоже Что сама Собиралась Завершать Да Вот здесь Работала Корпусом И дальше Уже Бросок После Свистка Молодец Аня Вяхирева Помогла Дашей Дмитриевой Справиться Собирается 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 Норвежская Атака Возобновилась От Кристианта До правого Полусреднего До Мерки В игрока Свистят Судьи Дарья Дмитриева Опасалась Делать Действительно Рискованный Пас На Полину Кузнецову Сохранила Мяч Владлену Бобровнику В лицо Встречает Хайди Леки И для нее Это будет Второе удаление В матче На волоске Сейчас Повиснет А у нас Хайди Леки Если Получит Третье Двухминутное Удаление То Перед ней Будет показана Красная карточка И она Покинет Скамейку Запасных Своей команды Но большинство Девчонки Разыграйте Четко большинство В линии у нас Остается Аня Сень Дмитриева В розыгрыше Близнова Бобровникова И по-прежнему Овехарева И Кузнецова На планках В линию Какой сложнейший Мяч Вылавливает Неуловимым движением Просто Анна Сень Как она рванула Как ковшом Посмотрите Выгребло этот мяч У двух соперниц Которые Уже Казалось Никаких вариантов Не оставляют Близнящие Левой рукой Умудрилась Она этот мяч Не то что поймать Выхватить Из-под носа У Норвежа Кристиансен Офтедал И Мерк Минимум Минимум перестановок Норвежек Все одни и те же Тянут Норвежскую команду И по турниру И по конкретному Сегодняшнему матчу Кристиансен Убежала Поменялась Куртович Шесть игроков Было на площадке Соответственно Без вратаря А это Офтедал И Калинина Вика вновь Ногами Здорово Отражает мяч Которые Вроде бы Так уверенно Втыкают Норвежки Не между ног Да здорово Вика работает Ногами Второй эпизод Подряд Здорово И умно Потому что Атака Правой рукой С очень неудобной Позиции Правого полусреднего Теряет норвежский мяч Побежали наши В контратаку Чуть-чуть Задержалась Аня Вяхерева Но есть Есть возможность Проатаковать Сейчас Дмитриева Не дают Только 9 метров Да и снова На 6 метрах Просто на Минимальной дистанции Встречает Вероника Кристиансен Дарья Дмитриева Только 9 метров Для российской команды Хотя казалось бы Куда уж Более Представить более Голевую Ситуацию Чем сейчас У Дмитриевой Нельзя За кадром Там Начинают душевать Страсти У российской скамейки Евгению Трифилову Желтая карточка Предъявлена С подачи Судейского стола Вот за то Что не назначили С метров Там не было Защиты В площади ворот Но она проиграла Позиционно Она сбоку Атаковала Дмитриев И уже Видели мы это Успокаивает Тренера Ирина Близнова Капитан нашей команды А Владлена Бобровникова Тоже здесь Успокоительные капли Тоже подмешивает Евгению Трифилову Своей Вот этой прорезкой Между первым Вторым Защитниками Здорово Влетает Влада Вместе с мячом Буквально таки В ворота В полном В полном составе Сборная Норвегии Вход Первым Второй В линию Здорово Кузнецова Все четко Лицом К лицу Грудью Она сейчас Встретила Офтедал И жестко Хорошо Подставилась Полина Срывает Атаку Соперницы Хайди Лёке Она вновь После удаления Конечно На площадке Мерк Офтедал Кот Херем Пошел И обратно Обратно доведут До левого Полусреднего Нет Играет В линию Норвежская команда И Хайди Лёке Находит возможность Выбросить мяч Наша жена Оказывается Семиметровым Броском Издалека А норвежки Нам ничего не забили Но смотрите Вот конечно Вот эти передачи Особенно С отскоком От пола Видите Как тяжело Было Дашей Дмитриевой Но невозможно Ее перехватить Вот она пытается Она видит Но достать Невозможно Все на тоненького Но очень четко Браво Еще раз Ай-я-я Вика Просто Боец из бойцов Просто молодец И все равно Спасибо За это Спасение И второй мяч Она тоже Ведь цепанула Посмотрите Молодец Какая Очень жаль Очень обидно Но все равно Браво нашему вратарю А мы хвалим Вратарей других команд А как здорово Оставила правую руку Сейчас Вика Закрывала левый От тебя угол И оставила и ногу И руку Ну едва Не отбилась Владочка Точнюхонько В руки Норвежка И скрометная Ох ты дал Так И поскользнулась На линии ворот Виктория Калинина Честно говоря Сразу Ёкнуло сердце Потому что У Вики Большая К сожалению Обширная история Болезни С коленями Нет-нет Все нормально Просто оступилась Подвернула ногу Ничего страшного Поехали дальше Пропустили Быстрый ответ соперниц Нельзя терять мяч Как было в предыдущей атаке 7 метров Зарабатывает Ирина Близнова И прицепом идет Двухминутное удаление Камила Хэрем Выбивает наказание Камила Хэрем Да Пришла Страховать Увидев как Раздевает Один в один Близнова Оф ты дал И толкает сбоку Ирину Близнову 7 метров Для Виктории Жилинскайте Наше Секретное оружие Аэра Близнова Обычно выигрывает Двигаясь вперед Она сейчас Дала задний ход И это прошло И третий пенальти В сегодняшнем матче Катрин Лунде Вытаскивает Для своей команды Так Я не понял Артем Помоги разобраться Фрафьерд Прыгнула в зону Ну-ка давайте посмотрим Так или мяч Так Вот мяч от Лунде Отскакивает Кристенсен Выпрыгнула в зону Дотрогалась до мяча По-моему с ним Мы не видим этого момента Но ладно Будем считать Что я не прав Увы но Три мяча С 7 метров По очереди В первом тайме Вяхерева И Близнова И сейчас Виктория Жилинская Эти не Забили Нашей команде Ох как обидно Это Такие Шансы Мы Не реализуем Здесь была Опять защита К сожалению В площади Ворот И Две минуты Удаления К тому же А да Норвежки Пытаются найти Слабые места Смотрите Отсекает И Вика Не обходит Она оставляет Линейного на груди С него очень тяжело Бороться И вот эти передачи Классно конечно Милорк Скрытая передача Она не смотрит На своего линейного Она показывает Что будет атаковать Вероника Кристиансен 10 минут сыграно Во втором тайме И норвежки Сравнивают счет Переигрывает Виктория Калинина И как Вика Опять Опять сражалась В эпизоде Опять была близка К отражению Этого пенальти Рядом с ее рукой Мяч Заходит Таки в ворота У пять полевых игроков Сейчас на площадке Дарья Дмитриева Влетает Шесть метров И до Альстад Нарушает на ней Правила И Ее выгоняют В площадке Но Даши больно Но она поднимается Да Толчок в спину Вы видите Да Голливую ситуацию Классно Создала для нее Аня Вяхерева У нее хороший опыт И пришлось Центральному защитнику И помогать Ну и Аня Вяхерева Выходит на Семиметровую метку Остается только молчать И надеяться В девятку Анна Вяхерева С касанием Катрин Лунде Все-таки Пробивает Вратаря Четвертый Мяч Семи метров Только он Стал наконец С результативным Для нашей команды Хитрющая Лунде Посмотрите Осталось На линии ворот Первый раз Мы видим Такой эпизод В первом тайме При реализации Семи метров Обычно Вратари выходят Чуть ли не Вот там есть Ответка Против Желез Пускайте Она тоже Осталась Осталась Тоже осталась Ну вот на 4 метра Почти выходят Вратари Кристиансен Диагональ Блёрк И потеря Норвежской команды Ворота Пустые были Не увидели Девчонки Ничего Меняли Меняли Гримсбер Потому что Всего лишь Четыре полевых Игрока Без нее Оставалось Выходит В пятом Сейчас Марит Фрафьорд Со скамейки Своей команды И Снова В неполных составах Но равных Сейчас Соперницы Побровникова Вяхирева Останавливает Ида Альстук Нет Это не она Это Вероника Кристиансен Подставлялась Под нашего 13 номера По-прежнему 5 на 5 Играют Так Ира Нет Потери нет И диагональ Вяхиревой На Кузнецову Дарья Дмитриева Нет 7 метров Не дают Поднятые руки Арбитров 9 метров Они назначают Мы в полном составе У норвежек По-прежнему Один и рука Отсутствует Смотрите Где они Защищаются Ребята На метр Площади ворот На метр Но пенальти Сборная России Не получает На поднятых руках Опять же Пассив У российской команды И какая атака Дарья Дмитриевой Ай Даша Чудесный мяч Набежала Посмотрите Стремительно Два шага И вновь под шаг Под второй шаг Правая нога Впереди И перевод Просто блестящий перевод Как она закручивает Вправо от вратаря Угол ворот Этот бросок свой Да Такие Не берутся Никаким вратарем Полные составы У обеих команд Наконец Кристиансон Оф ты дал Мерк Уходит в центр И пас в линию Айда Вика Калинина Айда чудо творит Она опять Четвертый сейф Нашего вратаря И снова по быстрому Переходу Умы Атакует Вяхерева Ну и вот ответ Вратарский От Гримсбер Вышла далеко Из ворот Гримсбер И Аня В темпе И попала Но это не ее позиция Хорошо Она открылась В линии И здорово Ее увидела Даша Дмитриева Защищаться Надо Наша В центре Дарья Дмитриева И Анна Сень В нашей команде Айди Лёке Оф ты дал И конечно же Передача на Лёке В шесть Да Так часто Вот в этих убойных позициях Не будет Ошибаться Айди Лёке Вика вновь Шагнула навстречу Но получила мяч Между ног Ну и дальше Внимателем Нужно быть Она уже проиграла Все Отпусти Отпусти Лёке Пускай вратарь Не разбирается А так Можно две минуты Еще прицепом Получить Екатерина Ильина И вновь Нужно быть линейной На правом фланге Мустане Яхеревой Ира Близнова Владлена Бобровникова Влада Обыгрывает Против нее Очень Жестко Действуют Норвежские Но Влада Сейчас Поднимется Девять метров Мы разыграем Посмотрите Как они играют Родна Вторая В лицо Удар Господи Ты боже мой Но это же Все видно Ирину Близнову Тоже не щадят Норвежки Марит Фрафьорд Останавливает Ее Близнова Осталась В центре Бросок По ходу Владлены Бобровниковой Успевает Она Избежать Блока Но у ближней Штанги Надежна Гримсбер Большинство У норвежской Команды Ну и Выходит Мощная Армсен По третьим Номерам И занимает Позицию Левого Полусредним Вот она Получает Мяч Да В атаке Она действует Впервые Но без ее Участия Нуромерк По своей Позиции Прорывается На бросок Ничья Вновь Ничья В нашем матче Вновь Норвежки Достали Российскую Команду По счету Страховала Барина Кузнецова Второго Защитника Но у нас Меньше И через 15 секунд Шестой Паревой Игрок Выйдет На площадку В составе Сборной России Ольга Акопян Судакова Близнова Сместилась в центр Акопян Ее завязывают Все Сборная России В полном В составе Майя Петрова Выходит И занимает Своё Привычное Место На позиции Линейного Дарья Дмитриева На первом же шаге Уже вцепляется В нее Альстат И до края Марина Судакова Сегодня Держалась Долгое время В тени Уже немало Времени На площадке Провела Но это Первый ее Бросок Первый шанс Отличный пас Что сделала Гривни Смотрите Она дернулась Показала Что закрывает Дальний угол И потом Изменила Резко Направление И пошла Прикрывать Близне Но не тут То было У Марины Этот бросок В дальние Очень здорово Отработан Уверенно Уверенно Поражает Ворота Наш правый край И сейчас Защите бы Отработать Арнсен Нет у нее Атаки Офтедал Вторым В линию Пуртович Тут пристроилась Проходит Пас Вика Калинина Так Чудесно Шагает Опять Навстречу Нет Нет Мяч У наших В быстром Переходе Сохраняется И Ирина Близнова Хотел Сергей Приголовкин Уже Мне кажется За горло Схватить кого-нибудь Из арбитров За то что они Не усмотрели Фола со стороны Норвежек При начале Нашей атаки Но это только На пользу Нашей команде Мы реализовали Атаку Такую же ситуацию Они недавно Удалили Близнова Отложенный Штраф Все четко То есть Они видят Они умеют Судить Они понимают Ганго Нура Мерк удалена Так на всякий случай Сергей Николаевич А отложенный Штраф был Все таки А или вот За это нарушение Нет А нет Вот как раз Нура бежит Приношу свои Извинения Уважаемым Арбитрам Из Словении Отложенный Штраф Состоялся Шесть полевых игроков У Норвегии Пустые ворота Соответственно Санна Сульберг Вероника Кристиансен Да Без Меркта уже сложнее И было похоже На фул в атаке Но пока Только 9 метров Естественно В пользу Норвежской команды Тема Там был Похожий На защиту Площади ворот Девятиметровый Назначен Виктория Калинина Вот смотрите Вот видите Где наши Было Да Было конечно Площади ворот Ида Альстад На правом полусреднем Там альтернатив Нет Ну Ремерк Поэтому Такое сочетание У команды Норвегии Офтадал Прячется на левом полусреднем И против нее Ирина Близнова Успевает Ира Блоком помочь Виктория Калининой Минуту Длилась атака Норвежек И Кузнецова Идет Без тени сомнения Браво Полина Ай браво Три мяча подряд Российской командой Полина успевает Руку с мячом Поднять Показать Бросок И дальше Уже Опустив ее Технично Доработать Под дальнюю штангу И Толкалась Неудобной Правой ноги Торир Хергейерсон Бьет тревогу Три мяча Российского преимущества Три афганы Схема Из �очия Уже Никого Думал Готов Один Д colors От 40 Ингрys Стек Два 서� może Дмод Два 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 Держаться, держаться в обороне. Наши красотки, наши замечательные бенболистки. Отрешенный взгляд Кариолы Гримсбю. Она вновь уходит на скамейку, чтобы была возможность у норвежек выпустить шестого полевого игрока. Держаться в обороне и не чудить в позиционном нападении, чтобы не получать мячи в отрывы быстрые переходы. Скорость основное оружие норвежек. И плюс взаимодействие Офтыдал-Мёрк с линейным Хайделёки. Аманда Куртович оказывается в задней линии, пока удалена по-прежнему Нура-Мёрк. Офтыдал. Можно уже предупреждать, наверное, о пассиве. Словенцы этого не делают. Вот только сейчас зажигают руки арбитры. И по центру бросок Кристианссон. И на двоих. На двоих Офтыдал. И Сульберг перехватывает этот пасс, который видела уже в отрыве Виктория Калинина. Да, а вот разыгрывающий атака слева полусреднего, значит, должен перекрывать разыгрывающий вот этот отрыв, что и сделала Офтыдал. Выучка великолепная у норвежек. Ну и Нур-Мёрк, конечно, после удаления тут же возвращается в состав. А Вероника Кристианссон поражает ближний и верхний угол, исправляясь перед командой за предыдущий бросок пришедшейся Калинину. Классно отбила блок, поставленный Майей Петровой. И 27-25 в нашу пользу. Копян Близнова. Марина Судакова. И до левого полусреднего Додарьи Дмитриевой, увы, попадает во вратаря. Даша слишком сблизилась с вратарем. Ну, с другой стороны, это и движение встречное Кари Гринсберер сыграло в этом эпизоде. Даша все видела. Под ногу бросала, но сорвался. Нет. Офтыдал. Крестное движение. Две минуты. Дарья Дмитриева. Двухминутное удаление для Дарьи Дмитриевой. Вновь не сдержали Нуру Мёрк. Хайди Лёке, конечно же. А Нура была в качестве пасующей здесь. Меньше девяти минут сейчас останется до конца матча. Ровно девять. Да, и вот этими ремарками коллега Сергей Приголовкин выдаёт, конечно, желание, чтобы время поскорее шло прямо сейчас во втором тайме. До левого края, да, Санны Сульберг доводит мяч по норвежке. И та переигрывает Викторию Калинину. Да, вышла, пыталась страховать Марина Судакова и осталась одна. Безо всякой опеки Санна Сульберг. Екатерина Ильина, Ольга Акопян, Ирина Близнова. Сёстры Вяхеревы по-прежнему на планках у нас работают. Вошла Вяхерева в 6 метров. Потерялась там среди фактурных норвежских защитников и вернулась обратно на край. Ильина, Акопян, Близнова. От Ирины Близновой стоит ждать, я думаю, активности против Санны Сульберг. Напрашивается, мне кажется, здесь обыгрыш в такой ситуации, когда в меньшинстве наша команда предупреждает нас о пастивии. И бросок Ольги Акопян. Пыталась остановить Ольга продвижение быстрой атаки соперниц. Мёрк в дальнем углу мяч. Муромёрк 27-27. Быстрый, подвижный, невысокого роста игроки задней линии у Норвежья. Тяжело против них защищаться. Да, нет таких мощных, может быть, дальних бросков. Но они играют умно, чувствуют друг друга с полузгляда, с полуслова. Ничья на табло. Удаление Дорога обошлось сборной России. Да, три мяча преимущества, которые имела сборная России. Испарились. И Евгений Трифилов. Тайм-аут. За 7 минут до конца основного времени. В который уже раз ничья на табло. Евгений Трифилов созывает свою вечер. И совсем скоро будет у нас полный состав. И Евгений Трифилов. И Евгений Трифилов. Третий подряд олимпийский поход. И есть те, кто прошли с ними все три эти эпопеи. Одна из них, Ирина Близнова, сейчас на площадке. Розыгрыш и неплохое движение нашей команды сразу после тайм-аута завязывают Владлену Бобровнику. Она вернулась на площадку. Влада с мячом и идет. Она обыгрывает. Как изящно, красиво. И точно под дальнюю штангу бросает Владлена Бобровникова. Быстрая норвежская атака. Нет, не будет ее. Ну как же сейчас получалась Влада Бобровникова в оборону. Успела, успела. Вылетела она, когда забрасывала в зону вратарскую норвежской сборной. И ускорялась гримасой на лице буквально. Мерк. И где мяч, красотка. Меркотка Виктория Калинина. Как она вот эти движения, вот эти выпады, как будто даже фехтовальные такие выходы делает навстречу бросающему. Который уже раз. Этот ее прием работает на благо команды. Нуромер, которая, между прочим, 11 мячей сегодня забила. Больше всех в составе обеих команд. Не смогла переиграть Калинину. Наша позиционная атака. Но львиную долю, наверное, все-таки 7-метровых. Умер. Бобровникова Влада нужно было вылетать. Она с опоры бросила. Да. Молодец. Влада здорово все сделала, но переиграть гримс бы не смогла. Очень обидный, конечно, эпизод. Но мастерство вратаря и здесь тоже было явлено совершенно прекрасным образом. В ближней штанге. Забыли, забыли и обороняется сборная России. Дарья Дмитриева, Майя Петрова. Это центр обороны. И снова чуть выдвигаясь Вяхерева и Кузнецова обороняются, выдвигаясь под полусредник. Молодец Вяхерева. Помогла Майя Петровой Аня. Казалось, что уже Офтедал ее обыграла. Смотрите. Вот приходится на прямые руки не встречать, а сопровождать прямыми руками Офтедал. И тут Юрка Вяхерева помогает. Норвежская атака продолжается. И снова, конечно, все внимание линии. И вот этим резким входом полусредних. И снова браво. Браво Виктория Калинина. Над головой у себя мощнейший бросок Кристиансона. Она отправляет над перекладиной за ворота. Еще и блок. Блок Дарья Дмитриевна. Да, у нее же у Вики рука пошла куда-то то ли влево, то ли вправо. И она чудом. Смотрите. Потрясающий показатель. 47% отраженных бросков у Виктории Калининой. Да, Вика шикарно вошла в игру. По второму тайму. 7 метров назначайте. Назначаю. 7 метров Владлена Бобровникова. Ее последнюю не прошел. Но тут же подбор собрала сама Влада. И фенальти заработала. Анна Вяхерева уверенно пошла за мячом. Но повезло. Сейчас нашим девчонкам повезло. Но, как известно, везет тому, кто везет. Еще бы забить 7 метрового Аня Вяхерева против Катрин Лунде. И вновь Лунде нет. Лунде выходит вот к той самой 4-метровой отметке. Дальше ей нельзя выходить. Штанга. Штанга принимает на себя этот мяч от Анны Вяхеревой. Увы. Ее предыдущий фенальти, реализованный пока, так и остается единственным. Единственным из пяти. Вот она, собственно, и цифирь этих 7-метровых бросков. Опять же забыли. Опять же нужно отобороняться. Офтедал. Кристиансен. Делает пару шагов назад. Офтедал. Открывает пространство для Мерк. Отлично перемещаются, смещая зону наши по игрокам задней линии. Успевает создать численное преимущество. Это называется двое на мяче. Хорошее боковое смещение. Это основной шаг хороший. Но вот еще доиграть. Нет. Куртович идет. И четко завершает эту классную комбинацию. Ничья. Нечасто, нечасто используют в позиционных атаках края норвежки. Но сейчас надо отдать должное. И пас, и завершение норвежки сделали все четко. Меньше трех минут основного времени. Бобровникова, Дмитриева. Близнова оставляет мяч на Владу Бобровникову. И Майя Петрова великолепно все провернули наши в задней линии. И не дрогнула наша линейная. Да, норвежки до фланга довели свою атаку. Действительно было очень красиво. А сейчас не менее красиво сыграли наши. Офтедал. Кристиансен. Все делают, чтобы остановить линию соперника. Наши девушки. А в итоге бросок Нуры Мерк нет. За считанного гола, но есть назначенный пенальти. Давайте разбирать момент. Офтедал. Даша Дмитриева подставляется, но там не было нарушения. Правил со стороны Офтедал. Получился прекрасный скрест у норвежь. И Нура Мерк на 7-метровой выходит. Калинина против нее. В нижний угол Нуры Мерк. И снова ничья. Меньше двух минут до конца матча. До конца основного времени. Нуры Мерк. 6 реализованных пенальти из 7. Евгений Трифилов и Торин Хергейрсон Эмилия. По одному тайм-ауту на концовку матча Трифилов использует свою минуту первым. Эмилия. Сейчас поставите левее. Постарайтесь, поставите левее в один на один. Смотрите, я проскочил. Аккуратно. Чтобы мне не забыли на гаде сырать. Хорошо? Давай. Ну что ж, меняются местами в допадении Ира Близнова и Аня Вяхерева. Аня занимает позицию правого полусреднего. И вы слышали слова Евгения Трифилова. Останьте, оставьте Аню Вяхереву один на один с защитниками. Смотрим, получится ли. Это доверие одному из самых молодых игроков команды в решающий момент олимпийского полуфинала. Ильина в центре Анна Полусредних, Бобровникова и Вяхерева. Вяхерева здесь ближе всех к нам под 13 номером. Анна Вяхерева обыгрывает и пас на капитана своего Близнова. Прошло, ребята, прошло, Анечка, молодец. Блестяще, блестяще сработали набровки Вяхерева и Близнова. Близнова в ближний угол забивает Гринсберг. Куртович не идет на атаку. Норвежки будут разыгрывать в долгую. Кристианссон. Офтедал. Нберг. Хорошо отражаются. Молодцы. Кузнецова и Синьей помогла. Последняя минута основного времени. Офтедал. И вот теперь пауза от Торера Хергейерсона. Послушать бы и нашего, конечно, наставника. Но слово сперва норвежской стороне. 30, 29, 50 секунд возможной развязки. А возможно, может быть, и завязки, только действия в овертайм. Ведущий. Да. Синьей. Офаган! Руссөлөлөлөлөлөлөлөлөлөлөлөлөлөлөлөс! Итак, 50 секунд. 50 секунд и, возможно, развязка этого супердействия. Оф ты дал. Меркин до края. Все-таки забивает. И все-таки как близка была Калинина. Щуточку не хватило. Есть 30 секунд. Ну что, опять Вяхиреву оставят один на один. Или что-то другое придумают. Не торопиться. Вяхирева, Добровникова. Бобровникова. В линию. 7 метров. Пенальти. Пенальти на Майе Петровой. Зарабатывает российская команда. Тут же останавливают время матча. Славянские рефери. Ну что сделала Бобровникова? Ее отоварили там так, что Влада упала. И все-таки смогла сделать передачу на Майе Петровой. Ну кто пойдет на Голгофу? Екатерина Ильина. Екатерина Ильина. Дорогие друзья, до этого момента один единственный пенальти бросала на турнире. И вот ее второй выход. В какой момент? Гол! Гол! Отставкину мяч в воротах. Вернутся. 13 секунд. Вязать, девчонки. Вязать. Выдите на нее. Есть, есть. Молодец. Нет. И проходит. Есть, проходит. Успевает скинуть в линию Офтедал и Мёрк. Точнее Лёки. Конечно же, это Лёки забивает за 5 секунд до истечения основного времени матча. Игра Норвегия-Россия уходит в овертайм. Сейчас нас ждет 5-минутный перерыв и две дополнительные 5-минутки. Мы с вами повтор. И, наверное, вы согласитесь. Мы посмотрели без наших уважаемых телезрителей, потому что это осталось за кадром. Так что же вы увидели, Сергей Николаевич? Мы посмотрели повтор. Ну, и я смею утверждать, что Лёки забрасывала мяч в наши ворота, наступив на 6-метровую линию. Три минуты до возобновления игры. 31-31. С этого счета начнется игра. Вот эта пара вратарей норвежских. Это двукратные олимпийские чемпионки, которые, понятно, что другого перед собой не видят, кроме как третьего подряд золота. А противостоят им подопечные Евгения Трифилова со своими амбициями и планами. Тоже золотыми. 10 минут, как минимум, овертайма ждут нас впереди. 4 двукратные олимпийские чемпионки в составе Торира Хергейрсона. И еще 4 олимпийские чемпионки образца Лондона 2012. Сумасшедший, конечно, по набору состав. Еще и вот эти молодые звезды задней линии, которые определяют игру нынешней команды. Мерк Кристиансен Офтедал. И вот этому норвежскому звездному коктейлю противостоит российская команда. Со своими звездами и со своими сильными сторонами. Ну и, как утверждает мой коллега Сергей Приголовкин, еще и через судейские недосвистки, недоработки приходится перешагивать сборной России, чтобы противостоять этому сопернику. Наш состав. Екатерина Маринникова. Катя будет действовать сейчас на позиции Линейного. И, по-моему, это ее первое появление на площадке в сегодняшнем матче. Давай посмотрим. В сегодняшнем матче это действительно так. В линии Екатерина Маринникова, игрок, умеющий очень многое, но в позиции Линейного ее увидеть. И в такой момент, опять же, мы не перестаем удивляться перестроением российской команды внутри конкретного матча и на каких-то отдельных отрезках каждого матча в частности. Меняются местами Близнова и Вяхерева. Мы помним, что Аню Вяхереву оставили на месте правого полусреднего. И вот прошла тогда комбинация, когда Аня вывела на бросок Иру Близнову. Она будет действовать на правом фланге. Ира Близнова на позиции правого полусреднего. Даша Дмитриева в розыгрыше. Владлена Бобровникова займет место левого полусреднего. Полина Кузнецова на левом фланге. Вика Калинина остается у нас в воротах. Ну и, как мы уже сказали, Екатерина Маринникова занимает позицию линейного. Норвежки очень легко в четвертофинальном матче обыграли команду Швеции. У сборной России, ну не сказать, что тоже было какое-то неподъемное задание обыграть команду Анголы. Но, кажется, наши все-таки сил потратили больше и больше, возможно. Безмуждены они и по ходу сегодняшней встречи. Хотя у Норвегии меньше все-таки было замен по ходу матча. В атаке на одних и тех же игроках норвежки выезжают. Обороняются у них опытнейшие Альстад и Фрафьер. Сейчас и так овертайм начался. Два тайма по пять стремительных минут со сменой ворот. Дарья Дмитриева и Владлена Бобровникова. Наши самые результативные игроки начинают с задней линии. И Ирина Близнова, которая сейчас с мячом. Дмитриева. Бобровникова. Близнова. Бобровникова. Не спешат сделать пас наши. Казалось, что все готовится для передачи в линию. Но нет. Владлена Бобровникова атакует метров семи. Атакует... Ну, не получился бросок. Атакует правильно. Нормально пролезла. Норвежки в атаке. Мюрков, Тедау, Кристиансен. Сзади Херрем, Куртович и Лёхи. Шестерка Норвежской команды. Да, все та же стартовая самая боевая шестерка. Херрем! Парашют над Викторией Калининой оказывается точным. Долго... Такие вещи исполнять она, конечно, умеет. Долго испытывала голевую засоху Камилы Херрем. Ну, вот первый гол в дополнительной первой пятиминутке. Она забросила в наши ворота. Близнова Дмитриева. Близнова в центре. Суетятся, суетятся игроки нашей задней линии. Расставьтесь, девочки, мяч погоняйте, не вязаться. Легко обороняться, когда вот так действуют игроки второй линии. Яхерева, она на правом полусреднем сейчас. Бобровникова! Подбор будет за Близновой. И у нас новое время. Э-э-э! Ну, что я могу сказать, уважаемые телезрители? Ну, пошла на семерик Ира Близнова. Ее отоварили. И только 9 метров. И Вяхерева тоже идет на 7 метров, но еще и с броском. С броском точным, который просачивается буквально мимо Кореолы Гримсбер. Вот это напрыжка, фирменная вяхеревская напрыжка. И бросок под ноги вратарю. И он заходит. Заходит в ворота, вымучиваем. Мы первый свой гол в овертайме. Полина Кузнецова на фланге. Так, что... Да, засчитывают гол. Ну, что ж, хорошая прорезка в исполнении Нуры Мюрк. Кузнецова оборонялась против нее на позиции второго защитника. А сейчас Полина осталась все 9 метров. И 2-2 минуты. Альстадт сейчас отправится отдохнуть. Двухминутное удаление, конечно же, это... Конечно же, это должно быть в помощи российской команде. Ну, подтолкнуло Альстадт, вы видели, на повторе. Итак, большинство у российской команды меняются снова Вяхерева и Близновым местами. Аня Вяхерева в линию не проходит мимо высоченной фрафьер-передачи. Да, вот там норвежский со скоком от пола. Мы пытаемся через руки. И проходит пас Екатерина Маринникова. Екатерина Маринникова. Вот оно. Секретное. Со скамейки выдвинутое оружие Евгения Трифилова. Екатерина Маринникова в линии. Браво, Катя. Спасибо за этот мяч персонально. Третья Олимпиада для Кати Маринниковой. Мерк. Шесть. Шесть игроков полевых у команды Норвегии. Без вратаря, соответственно, они эту атаку строят. Наказать бы норвежскую команду перехватом-отбором. Полина Кузнецова смахивает мяч за лицевую с угла Куртович. По-прежнему не выпускают вратаря. Подняты руки арбитров. Идет на Владлену Бобровнику атаковать Нур и Мерк. Пытались наши подставиться. Вернулась в ворота Гримсбер. Внимательно. Блок хороший. Вика достает мяч. Попробовать убежать. Получится, нет, или мы все-таки в большинстве притормозиться лучше. Дождался наш блок броска Нур и Мерк. А здесь как технично Полина Кузнецова блестяще через паузу. И как блестяще сыграла Даша Дмитриева. Какую она выписала мягкую, удобную передачу для Кузнецовой. И опять, опять последние секунды. Мы помним, как закончилось основное время. Ни в коем случае не дать возможность броска. Оф ты дал. Мерк. Брависсимо! Виктория Калинина. Под сирену отражает этот бросок Виктория Калинина. Мяч преимущества российской команды за первые пять минут овертайма. Минутный перерыв. Сейчас команды быстренько поменяются скамейками запасных. Все стремительно в овертайме. Никаких пауз, быстрая смена ворот. И продолжение этого полуфинального марафона. Виктория Калинина. Девятый сейф только что. На исходе 65-й минуты борьбы она совершает. На двоих наших вратарей 16 сейвов приходится в сегодняшнем матче. Трифилов отошел. Девчонки собрались в кружок. Ну и кликнули, наверное, традиционное для себя. Мы вместе! Ну а Херги Эльсон дает указания своей подопечной. В атаке начнет норвежская команда овертайм. У нас в центре будут обороняться Сень и Жилинскайте. Также на площадке Дмитриева, Кузнецова, Бобровникова и Маринникова. Екатерина Маринникова в качестве крайнего защитника сейчас. Ну а у норвежек даже неинтересно вновь вспоминать состав, потому что он не меняется и в этой расстановке. Кристиансен. Оф ты дал. Херем прибежала и задвинулась обратно на край. Норк. Нет ее атаки. И до Херем сокращает угол. Вылетает далеко в центр Камилла Херем. Вика Калинина прижалась к ближней штанге. Пыталась переиграть. Сейчас перехитрить Херем. Бросилась, понимая, что бросок последует в дальний угол. Но все было сделано, конечно, в исполнении Херем превосходно. Вновь ничья на табло. Вяхерева. Анна Вяхерева обратный пас получила. Но вот теперь уже Маринникову там просто не отпускают. Бьют веревки из нашего нового линейного правой рукой. Анна Вяхерева, не давая себя завязать, отдает на планк. Предупреждают о пассиве. Судьи, если не кофт, то пинается. Ох, и вновь, вновь. Смотрите, Влада Бобровникова. Сколько же она сегодня сделала передачу в линию? И Аня, молодец. Здорово открылась. Как же тяжело там сражаться, попасться. Ну ладно. Кто? Вновь Екатерина Ильина. Вновь Катя. И вновь Катя. И вновь Катя. Две Кати, две одноклубницы. Из команды Ростов-Дон. Переигрывает Лунде Екатерина Ильина. Вновь помогает нашей команде реализованным пенальти. И вновь на шажочек мы впереди. Полторы минуты до конца второй дополнительной пятиминутки. Нет, не полторы. Полторы сыграли только. О, Сергей Николаевич. Ну и у меня уже все шарики за рулики. Поехали. Штанга и семь метров. Считают арбитры, что была защита площади ворот. Как могли, помогали здесь друг другу Екатерина Маренникова и Дарья Дмитриева. Смыкались на пути. Оф, ты дал. И Нуромерк. Викторию Калинину обыгрывает Нуромерк. Семиметровым на семиметровые отвечает норвежская команда. И позиционная атака российской команды. Дарья Дмитриева в розыгрыше. Вяхирева. Вдоль зоны на Бобровникову. Дмитриева. Анна Вяхирева. Гол. Анна Вяхирева врывается по левому полусреднему. И это ее не смущает. По дальнюю штангу забивает очень уверенно. Просто прошивает у вратаря Кари Олвик Гримсберг. Две минуты первого овертайма остается. В случае ничьей то же самое. Повторение. Два раза по пять минут еще одного овертайма. И только потом, в случае опять же-таки ничейного исхода, будут семиметровые броски. А пока Аманда Куртович вновь устанавливает равный счет на табло. Да, здорово норвежки варьируют свои атаки в позиции. На линии играли. Сейчас крайних выводят на атаку. Бобровникова останавливает его. Свободный девятиметровый. Разыгрывает Маринникова. И снова ищет возможность для передачи диагонали. Близновой на край. И как умно играет под ногу вратарю Ирина Близнова. Капитан сборной России вновь выводит нашу команду вперед. 37-36. Ну а вот сейчас-то, Артем, чтобы я не ошибся, минута 15 до конца. И тоже под ноги. Тоже под ноги. Вероника Кристиансен бросает Калинины. Сравнивающие норвежки отвечают результативным броском на наши бомбардирские удачи. И пошла последняя минута первого овертайма. Дарья Дмитриева. Анна Вяхерева. Падает одна из норвежек Вероника Кристиансен. 9 метров. Пауза возникает. Но вот на то падение Вероники Кристиансен, словенцы, арбитры демонстративно не реагируют. Так, пауза. Пауза. Пауза, через которую Владлена Бобровникова вводит мяч в игру. Дарья Дмитриева на правом полусреднем сейчас. Бобровникова. 7 метров. Назначают славянские арбитры 7 метров за защиту площади ворот. И не успели они или не отреагировали, не остановили время матча. Там секунды 4 отсчитало табло. Отсчитал секундомер. Ну, чистая, чистая. Причем на двоих сразу это нарушение. И Фрафьерд, и Альстадт в 6-метровой зоне. И вновь Екатерина Ильина. Каково же напряжение у Кати, а? По-разному ведет себя Катрин Лунден у нашего. Исполнителя пенальти не смущает Катя. Молодец, не дрогнула. 20 секунд у Норвегии. Не прижиматься, но вязать. Вязать девчонке, не давать им вот так подвижно действовать. Нет, доводят до фланга. И мимо! Мажет! Мажет Камилла Херрен. И все время не останавливается. Секунды. Все, это победа, друзья мои. Победа и Россия в финале Олимпиады. Ребята, прависсимо. Спасибо вам, девчонки, за эти испытания, за это преодоление. Вы сдвинули с трона неубъемных, казалось бы, норвежек. Россия обыгрывает норвежскую супердержаву 38-37 через овертайм. И через все сложности. А теперь можно и плакать, девчонки. От радости и счастья. Артем Шмельков, Сергей Приголовкин засвидетельствовали вместе с вами этот исторический успех. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Болеем мы в финале Олимпийских игр. До свидания. Олимпийских игр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!